Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, как круглость дат может быть связана с политикой, говорим с политиком-экономистом Петром Свойком. Пётр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Алматы отмечает тысячелетний юбилей, но официально возраст Алматы определяется с 1854 года. Это дата основания сначала Алматинской крепости, потом города Вернова. Даже если принять во внимание, что в 1979 году на территории Алматы были найдены серебряные монеты с надписью «Алматы арабской вязью», выпущенные предположительно в 1271-1272 годах информации из интернета, и взять дату выпуска этих монет за точку отчёта, то всё равно до тысячелетия не хватает ещё как минимум 250 лет. Так почему же именно 2016 год был выбран для празднования тысячелетия города? — История в любом случае пишется современниками, и она так или иначе мифологизируется. Нет истории государств, народов, которая бы не была некоторым образом дополнена, приукрашена. Без этого нельзя. Другой вопрос, что всякая такая история-мифология должны опираться хоть на какую-то историческую реалию. А что есть город? Город, он и раньше, и сейчас, есть средоточие человеческой жизни, там вокруг чего происходят политические, экономические, культурные события. Поэтому если город существует в истории, существовал в истории, то он как-то оставляет свой след в этой самой истории. Там дипломатические столбцы, или летописи, или хроники, или даже просто воспоминания каких-то путешественников. Вот я по пути в Кашгар остановился в славном городе Алматы. Или, как известно, вот этот выдающийся политический деятель происходит из всем известного города Алматы. Или какие-то другие должны быть исторические зацепки. Одних только монет, которых почему-то так точно датированы. И, кстати, это время, оно вскоре после нашествия Чингисхана, после образования здесь того, что потом, в скором времени, стало улусом жучи, золотой ордой. Причем тут арабская вязь, и какой такой город был в это время тут. Все это, мягко говоря, немножко сомнительно. То есть тут недостает информации. И потом надо иметь в виду, что если даже весь Акимат в полном составе поверит, что городу тысячу лет, и мы с вами все тоже возьмем и будем утверждать вполне искренне, что городу тысячу лет, то вообще этот факт должен быть признан как-то и нашими соседями, чтобы они над нами не совсем посмеивались. Вот, там, братья узбеки, киргизы, таджики, они должны сравнить свои собственные исторические факты с тем, что мы им предлагаем. Поэтому понятно, что надо как-то это все дело округлять, но лучше бы это опирать на больший фактаж. Та же самая история казахского ханства, в ней кругло 550 лет. То есть Алмата получается гораздо старше казахского ханства. Но и казахское ханство, оно же продукт распада Золотой Орды. Вполне можно было бы взять в свою историю нашей государственности и Золотую Орду, и время Чингисхана, и до него были на нашей территории разные государственные образования. Тут вопрос, куда пальцем ткнуть, насчет чего начать отсчитывать. Вот, Ислам Каримов, он очень грамотно, очень удачно, потому что это во многом соответствует реальной истории. Начал отсчитывать историю узбеков и историю Узбекистана от Тамерлана. Хотя само слово «узбек» пришло из степи и пришло гораздо позже. Но, тем не менее, очень-очень удачно именно от Тамерлана. Ну, проблема наших историков и идеологов тоже, значит, от чего мы отсчитываем возраста наших столиц и нашей государственности. Но меня больше интересует не это прошлое, а вот будущее наше, конкретно Казахстан-2050. Потому что такая программа издана. И это тоже очень важная часть нашей национальной истории и нашей национальной мифологии. В хорошем смысле этого слова. Потому что, действительно, страна должна не только знать свою тысячелетнюю историю, но и что будет в следующие 50 лет. Понятно, что как руководство к действию Казахстан-2050 не годится, тем более сейчас кризис, сейчас вообще про него немножко забыли. Но надо хорошо понимать, что это чрезвычайно важно было в те несколько предыдущих лет, когда это все родилось. И это все было в совокупности увязано. Ведь под эту программу была выдвинута идея патриотического акта «Менгелик-Ель». Была попытка переименовать Казахстан в «Казак-Ель». И, в конце концов, все это просвечивало, что, может быть, должно было быть упаковано в «Менгелик-Ель-Басе». Вплоть до того, что в Казахстане должна была бы учреждена какая-то, может быть, не совсем политическая, но монархическая, идеологическая, ельбасистская наследственность. Я думаю, от этой идеи до сих пор полностью не отказались. Но, тем не менее, жизнь берет свое. Вот патриотический акт «Менгелик-Ель» вообще на самом деле был принят. А кто его даже заметил? То есть не сработала вот эта вот идеология. И, по всей видимости, нам предстоит так или иначе пережить некую, немножко парламентскую, понятно, в наших конструкциях, но немножко парламентскую трансформацию, когда совершенно эксклюзивно персональная президентская власть так или иначе приобретет некую институциональную форму в форме правящего Нур-Атана, в форме как бы трехпартийного парламента, который формирует правительство. Все это нам предстоит пережить. То есть мы от таких более-менее современных тенденций никуда не денемся. Ведь если технологии сейчас развиваются со страшной скоростью, и мы от научно-технического прогресса немножко отстаем, то догнать, подтянуть нашу сырьевую экономику к более-менее приличным современным стандартам можно только подтягивая инфраструктуру политическую и, если хотите, идеологическую. Мы должны перестать верить в некие вождистские догмы и начать делать нашу власть более, ну скажем так, по-современному технологичной. Все это нам предстоит. Тогда, может быть, и не надо будет так уж сильно напрягаться насчет тысячелетнего возраста города Алматы. Вы говорите о монархическом правлении, но приведу цитату из речи президента. Консолидирующие ценности на базе идеи Мангелик-Ель это гражданское равенство. А кто сказал, что монархия отрицает гражданское равенство и вообще современные технологии? В идеале у некоторых исторических наций и народов монархия была, есть и будет как очень хорошо работающий институт. Ну, про английскую королеву мы уже много раз говорили. И в Бельгии, и в других странах монархия в Таиланде в том же. Есть некая связующая нить прошлого, настоящего и будущего. У арабских монархий Персидского залива, например, тоже кое-что в этом смысле есть хорошее. Наша беда в том, что мы никогда не имели устойчивой, наработанной монархической традиции. И попытка ее каким-то образом создания и продолжения может нас очень сильно подвести. Поэтому нам так или иначе, поскольку мы все-таки больше оглядываемся на мир, встраиваемся в этот мир, подражаем этому миру, чем генерируем что-то свое, нам бы лучше все-таки заняться подражательством в хорошем смысле этого слова именно по политической, по институциональной линии. Власть надо преобразовывать в более современные конструкции, тогда за этим начнет подтягиваться экономика. Если мы говорим об имидже страны и о подражательстве, то важно понимать, какая политическая ситуация складывается в странах влияния, наибольшего влияния на Казахстан. Это у нас Россия, Соединенные Штаты, Китай. — Вот я только-только с международной конференции, на которой выступали достаточно серьезные ученые, в том числе профессор Гарвардского университета, который уже прямым текстом, то есть сама американская научная мысль это признает, что мир находится в финальной стадии современного процесса глобализации, и в этом смысле мир делится, уже начинает делиться. Но мы с вами не раз говорили о фрагментации мира. Вот это тот процесс, который сейчас происходит. В этом смысле смотрите, как получается интересно. Ну, китайская политическая система, она практически сейчас незыблема, потому что в Китае трансформации еще только предстоит. Ведь сейчас Китай за счет наращивания своего производства, последние 20 лет он только и делал, что наращивал свое производство. Но он это производство наращивал за счет наращивания потребления в Америке. Это была единая система, Чемерика. Сам Китай свое потребление не наращивал, и оно очень сильно отстает от его же нынешнего производства. Система эта подходит к некоему своему финалу, потому что американское потребление за счет Китая, долго перед Китаем, уже расти дальше не может, и Китай не очень-то готов дальше продолжать эту систему. Он сейчас переориентируется на то, чтобы свое производство концентрировать на своем собственном потреблении. Это очень сложный, очень опасный и совсем не быстрый процесс. В этом смысле в Китае сейчас они аккуратно двигаются вперед. В России только что прошли выборы, на которых оказалось ничего непредсказуемого. Все, что полагалось, то там и было. Предполагал я, что коммунисты наберут больше голосов, чем сейчас, а Единая Россия наберет меньше. Но они прибегли к авторитету Путина. Путин же некоторое время назад отошел от Единой России. Он создал там Народный фронт. И товарищ Медведев, давайте там. А тут, видимо, возникла достаточно рисковая ситуация. И Единая Россия и Путин опять слились. Это авторитет президента. Они набрали очень много голосов. А в целом думская конфигурация не изменилась. Что говорит, с одной стороны, о некой скучности. Вот нет неожиданности. А с другой стороны, то, что система работает, она устоялась, стабилизировалась. И те мировые фрагментации, которые еще только предстоят, значит, Россия их пока не ускоряет. Видимо, президент России считает, что он достаточно серьезно политически поссорился с Западом, чтобы теперь пытаться еще и экономику превращать в более суверенную. Сейчас в России рубль — это американский доллар, как и наш тенге. Это казахский доллар. Пока, видимо, руководство России ждет, чтобы с той стороны что-то начало меняться, дрогнуло, потекло. Тогда и Россия будет переориентироваться. Ну, а мы вслед за нею. В Америке чрезвычайно интересная ситуация. Фактически судьбоносная. Ведь раньше выбор между кандидатом республиканцев и демократов, если кого-то и интересовал, то это все нюансы были. Приход Обамы в Белый дом, когда чернокожий стал президентом, это не потому, что Америка дожила уже до такой толерантности, а это потому, что Америка дожила до некой уже их собственной перестройки. И Обама вообще должен был, его и выдвигали, сыграть роль такого Горбачева, который все начнет потихоньку переворачивать. Вот. Обама умудрился от президентства в два срока ничего не сделать. Он там чего-то на Ближнем Востоке добавил или убавил. Но фактически он все оставил как есть. И оставил следующему своему сменщику. Посмотрите, какая поразительная картина выходит между двумя вот этими кандидатами. Причем то, что один от республиканцев, другой от демократов, не играет никакой роли. Партии тут уже вообще вторичные. За Клинтон попытка сохранить все как есть. За Трампом полное эпатажное намерение начать это дело перестраивать. Причем не факт, что если Клинтон выиграет, то она все сохранит как есть. Скорее всего наоборот. То, что Трамп будет пытаться спускать на тормозах, при Клинтон может грохнуться даже неожиданным образом. То есть там все равно уже все подходит к некоему своему пределу. Нам остается только за этим наблюдать. Но согласитесь, что на имидж и на место государства в мировом сообществе больше влияет экономическая сила государства, а не национальные идеи и не какая-то внутренняя политика. На место в мировом сообществе влияет экономическая мощь государства. Но национальная идея и политика, она всегда первична. Вообще, при всем при том, что я сугубо материалист, вы, видимо, наверняка тоже, хотя женщины вряд ли бывают ползаконченными материалистами. На самом деле, идеальная часть, она первична. Что у тебя в голове, то и в жизни происходит. Если ты под кого-то подстраиваешься, кого-то копируешь и пользуешься чужими идеями, то ты вторичен и в экономике. Если у тебя есть мощная национальная идея, и прежде всего своего собственного развития, не торговли сырьем и не отправки отбитых денег здесь куда-нибудь туда, а вкладывание в собственное развитие, то сама эта идеология превратит тебя в более успешного и в более уважаемого экономического субъекта. В этом смысле то, что мы сейчас остаемся сырьевой экономикой и пытаемся как-то выйти из кризиса, используя те же методы, что и раньше, не пересматривая технологию и идеологию, пока нас держат там, в отстающих. Кризис усугубляется. Ну, там премьера поменяли, кризис будет усугубляться. Но жизнь берет свое. Чем меньше приходит вот тех обменных ресурсов, мы же как 20 лет жили последние. У нас был избыточный платежный долларовый баланс. Этот долларовый избыток транслировался во внутреннюю экономику через эмиссию тенге. На самом деле это местные доллары, которые шли прямым кругом на развитие тех же самых экспортеров, потому что им же доставались. Вторым, третьим кругом шли на развитие потребительского сектора, основанного на импорте. Сейчас платежный баланс у нас уже не избыточен. Сейчас вот такой обменной эмиссии тенге нет. И правительство все активнее вынуждено прибегать к своим собственным заимствованиям, зарубежным заимствованиям. Потому что до понимания необходимости национального инвестирования, национального кредитования еще не дозрели. А где-то надо брать. И вот мы совершенно ошеломительными темпами даже наращиваем свой внешний долг. Причем именно в правительственной части. Если раньше это все-таки бизнес-субъекты его наращивали, то теперь правительство лидирует в наращивании внешних заимствований. И мы все больше уповаем на запасы национального фонда. Там уж про пенсионный фонд я не говорю. Это вообще грех и печаль. Но отдельная тема. Не будем друг друга расстраивать. Национальный фонд все больше используется на поддержание в том числе и бюджетной ситуации. К примеру, скажу, что в проекте бюджета на следующий 2017 год транш из национального фонда в долларах остался такой же примерно, как и в этом году. Но он благодаря девальвации тенге стал почти в два раза больше, чем был в бюджете этого года. То есть все остальные источники доходов по сравнению с этим уменьшились. А транш из национального фонда увеличился. И самое тут важное, что этот транш примерно в три раза больше, чем запланировано в бюджетном же документе перечислять в национальный фонд. То есть мы на одну треть используем то, что туда поступает, а на две трети мы уже берем сверх того. Это, безусловно, требует пересмотра самой идеологии инвестирования и финансирования в Казахстане. Ведь если национальный фонд уже практически безвозвратно перешел из накопительного в расходный режим, то надо пересматривать и инвестиционную стратегию, и каким образом обеспечивать ресурсами эту новую инвестиционную стратегию. Мы к этому еще, фактически мы уже подошли, но беда в том, что правительство к этому не только не подошло, но от этого еще очень далеко. Оно еще пытается как-то держать ситуацию старыми методами, хотя вынуждено все более прибегать вот к прямому правительственному государственному финансированию. В этом смысле мы тоже в переходном периоде. Из кризиса мы таким образом не выйдем, мы его просто усугубим, а дальше что будет, ну посмотрим. И еще, вы говорите, что Казахстан использует все свои резервы, в том числе резервы из национального фонда. Государственный долг растет. Но вопрос о многострадальных пенсионных деньгах все-таки, наверное, придется задать. Если они были направлены на имиджевый проект «Экспо-2017», то, во-первых, кто принимает подобные решения в парламенте? Допустим, в этой студии была у нас депутат парламента, которая заявила, что на всеобщем обсуждении этот вопрос не выносился. И второе, ваши прогнозы на ближайшее будущее? Ну, есть такая горькая, но остроумная шутка, что если пенсионеры хотят увидеть свои пенсии, то пусть они посетят «Экспо-2017». Ну, а если всерьез, то этот проект, да, он имиджевый, но он-то возник в благополучные годы, когда мы были валютой избыточными. Вот, теперь уже куда деваться? Все последние годы его делают путем выискивания, отжимания, выжимания нерыночными методами средств на его создание. То есть это не обычная коммерческая рыночная технология. Проект востребован, рынок его ждет, поэтому есть инвесторы, есть заинтересованность, и все идет своим чередом. Нет, правительство его, это «Экспо-2017» строит буквально через колено. Депутат парламента правильно говорит, что они ничего не обсуждали? Потому что это случилось еще много лет назад, а теперь их просто ставят перед фактом, что вот надо такую денежку давать. Да и не столько из бюджета, сколько те же квази-государственные структуры выдаивают ради этого проекта. Но я вам скажу интересную вот какую мысль. Вот если бы все это было не в наши выставочные понты, а в реальную индустриализацию, построить бы, например, за эти же деньги и такими же методами нефтехимический комплекс, чтобы мы делали свой собственный отечественный полиэтилен, полипропилен, какие-то другие ценные химические продукты. И много чего можно было бы за эти... То есть я просто хочу сказать, что ничего не проходит даром. Вот весь тот опыт, который мы приобрели на этом объекте, который потом, конечно, будет непонятно, куда его девать, вот тем более, что этот самый финансовый центр Астана, это, если прямо скажем, химера, они туда переедут, они там будут размещаться, но именно Международного финансового центра там не будет. Так вот, если все-таки этот опыт и такие усилия начать прикладывать к нужным делам, то получится очень даже неплохо. Спасибо вам за интервью. До свидания. Продолжение следует...